На волне Ночное такси Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином. Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители. В течение еще ближайших двух недель в студии Ночное такси находится замечательный мой друг Михаил Дюков. И мы вместе комментируем то, что показываем вам в телевизионной программе Ночное такси на YouTube. Начинаем. Близкое ретро. В программе Александра Фрумина. Ночное такси. В рубрике «Близкое ретро» сегодня я с большим удовольствием показываю вам архивное видео Татьяны Кабановой. На самом деле, это видео по нашим правилам, оно, конечно, должно показываться в следующем году. Потому что сделано оно в 2005-м. По традиции и радио, и телевизионного такси, все-таки мы стараемся в основном показывать то, что уже видели люди на протяжении десятилетия. Прошло 10 лет с момента создания, и мы стараемся называть это «Близким ретром». По международной, кстати, музыкальной традиции считается, что «Десятилетие» это уже ретро, но близкое. Но поскольку песни эти гораздо старше, конечно, чем в 2005-й год, когда они были записаны, то я ощущал возможным в этом году, все-таки в «Близком ретро» показать фрагмент первого выступления Татьяны Кабановой, который мы профессионально записали на видео. Вообще, до нас Татьяну Кабанову с этим репертуаром не записывали. Хотя она имела прекрасный фильм с песнями Александра Вертинского на пятом канале нашего государственного телевидения, где она, я считаю, прекрасно исполнила эти песни, и это была, я считаю, большая и актерская, и вокальная работа. Конечно, материал из классики шансона никогда, разве что любители, именно любительские камеры на каких-то ее концертах, до этой съемки никогда не производился. Мы сделали аудиоальбом ее, сделали его и издали в начале 2005 года, а писать стали в 2004 году. Я сам подбирал репертуар, прекрасно сработал Виктор Николаевич Смирнов, и это действительно, я считаю, великолепная работа. Причем сделали немножко не так, как она делала в своем предыдущем альбоме «Постой паровоз». Обязательно взяли несколько новых вещей, совершенно свежих, но очень хорошо стилизованных. Эти новые песни очень органично были туда включены, причем, что интересно, музыку к одной из песен она написала сама. И я сразу сказал Тане, что когда мы выпустим аудио, мы сделаем то, о чем, конечно, она мечтала и мечтает любая певица на эстраде. Сделаем полную телеверсию этого альбома. И вот под самый Новый год 2006 года, соответственно, в декабре 2005 года, состоялась та запись, фрагмент которой мы сегодня показываем. Твои слова перед тем, как мы покажем одну из самых динамичных вещей. У Кабановой очень важно сочетается и вокал, и театральная игра, артистическая. То есть не эстетичность исполнительницы, а эмоция, драматургия. А с другой стороны, она синтетическая певица, она поет, как и нетку, и с таким же успехом, и с таким же обаянием она поет Тюханова. Хотя Тюханов современный автор. Это разный материал, но при этом ей и там, и там удобно. Это уникальное качество. Это интересно. Потом она поет, опять же, «Постой паровоз», и с таким же обаянием, с таким же великолепием она может петь Вертинского. Конечно, она, наверное, не певица больших залов, и такие песни не нужно петь на стадионах. Это должен быть хороший зал, небольшой, с публикой, которая должна идти подготовленная. Она должна понимать, на что она идет. На Кабанову. На певицу, которая не будет петь им классический роман с классическим вокалом, а петь вот именно шансонетки. Да, и причем я абсолютно согласен с твоей оценкой. И вот именно в этом, я считаю, и заключается уникальный талант Татьяны Кабановой. И подчеркиваю, согласен с тобой и как актрисы драматического, естественно, направления, потому что она не работает в музыкальном театре, в театре она практически не поет, где она работает много лет. И в то же самое время колоссальный талант певицы, обладающей уникальным грассирующим тембром голоса. И, конечно же, с очень интересными нижними тесситурами вот в нижнем спектре. И я считаю, что большая радость для ее поклонников, что мы смогли сделать с ней три больших видеофильма. И эти фильмы очень популярны у нас на Ютьюбе, на нашем канале. Они собирают здесь буквально десятки тысяч голосов. И мне очень радостно, что вообще все это состоялось. Скажу перед тем, как будем смотреть, что первый фильм был записан в декабре 2005-го. Собственно, с него сейчас посмотрим композицию. Затем мы записали с ней в начале 2006-го года видео-версию полную альбома следующего «Белая танго», записанную у нас. И прекрасная микс-товая программа, половина французские песни, а половина уже микс-ты вот из этих двух альбомов. Они были в основном из альбома «Белая танго», они были записаны, как она и мечтала сегодня, в Париже. В Русском центре науки и культуры в Париже, на Рио-Бо-Сьер. И именно там была записана ее французская программа, которая открыла тогда цикл наших фильмов-концертов, которые так и называли «Шансон по-русски во Франции». Смотрим. Жил-был на Бодоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Глотка была прездорова, и мычал он, как корова, а врагов имел мильон со смыком. Гоп со смыком — это буду я, я. Граждане, послушайте меня. 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 В «Омне» студии, которая располагается в маленьком уютном подмосковном городе Дмитрия, где он живет, студия называется «Добро Рекордс», записан не только этот альбом, который сейчас будет издаваться, а несколько альбомов, которые ожидают своего издания. Невероятный совершенно синтез чуть-чуть более темповой живой музыки, к которой мы привыкли живым бэндам по работе «Братьев Жемчужных» Аркадия Северного, Виталия Крестовского из тех лет. По темпу звинуты вперед, чуть-чуть современнее играют электронные клавиши, но все руками, прекрасные совершенно барабаны, очень хитро подзвученные. То есть барабаны имеют эффект, конечно, нетрадиционной джазовой, так сказать, или там рок-н-ролльной ударной установки, а, конечно, все-таки во многом электроники, но это все сделано с очень большим вкусом. И, конечно, совершенно колоссальные стихи, в том числе и о тюрьме. То есть я, например, это совершенно не ожидал. Дело в том, что Игорь очень увлекающийся человек. То есть с огромным трудом я крайне редко хожу к музыкантам домой, потому что долго, прежде всего, через эту студию проходит год человек 120, и многих хотят позвать. Я приехал в Дмитров, он рядом с Москвой, мы пришли к нему домой, и он поставил фонограмму минус один, и я просто влюбился в эти песни, потому что это очень трудно. Можно установку караоке с минусом, сделанную в студию, живым голосом спеть так, как на концерте? Или как на фонограмме, которая уже заведомо сведена с голосом? Я не понял, сначала включил ли он плюс, может быть, это полностью готовая фонограмма для меня, для продюсера, пока что это будет. Нет, это был оркестровый минус, под который он пел, не останавливаясь дома, ну, хорошо, если час, если не больше. И я не мог оторваться от этого, потому что это действительно здорово спето. И высокий голос, не соответствующий мощному парню такому, и песни о жизни. Я спросил его, говорю, Игорь, слушай, а откуда такая тема? Ну, действительно, реально, тюрьма, этапы, но это сделано интеллигентно. Он говорит, ты знаешь, брат, брат попал вот в такой переплет на много лет, и я ездил, и меня почему-то, говорит, он толкнуло на то, чтобы сделать вот такие альбомы. Полностью поэт, полностью компонент, все я. И вот такой необычный вокал, очень воздушный, он легкий этот вокал, и песни, которые тщательнейшим образом сделаны по музыке. Я, конечно, совершенно не ожидал такого, но это, на самом деле, чистая правда какая-то сеть. Причем интересно, что он, в общем, до этого, я так понимаю, пел для себя, и у нас оказалась масса общих знакомых, причем знакомых из 20-летнего периода назад, потому что он был продюсером и мужем, очень популярной все время певицей в середине 90-х годов, которую звали Органическая Леди. Потом он с ней развелся, расстался, но перестал заниматься ее музыкой, и вдруг неожиданно, вот сейчас, в середине 2000-х, запел сам. Вот такой вот комментарий, поэтому смотрим сейчас фрагмент его композиции, ну и, естественно, фрагмент интервью, конечно, с ним, которое было дано в нашей студии, когда он приезжал сюда год назад. История моя, написанная в клетке, знакома вам до боли, до срыва нервных струн, мы получаем срок, согласно черной метке, нас гонят по этапу, как бешеный табу. Кто поймет и выслушает старенького зэка, который четверть века провел на Колыме, отдохни, послушай, мало лет без усы, истину, как человек ухудан на ферме. Песни эти появились не просто так, понятно, что каждый человек в определенном возрасте начинает писать, начинает, наверное, высказываться, да. К музыке я всегда имел прямое отношение, стихи писал, может быть, не такие хорошие, писал и музыку, может быть, не ту. Я все-таки больше писал для своего проекта, больше, чем обращаю внимание на себя. Ну, так сложились обстоятельства, что теперь я больше пишу за последние два года, я написал около ста с лишним произведений, из них 30 готовых песен, но в 98-м году у меня трагически погиб брат. И я дал слово, что обязательно сделаю альбом его память. Все, все, что написано в моих стихах, посвященных именно этому альбому, это чистая правда, которую я видел своими глазами. Я проехал очень долгий путь за тот большой срок, к которому мой брат находился в заключении, около 25 лет. Поэтому я видел очень много. Я заканчиваю, кстати говоря, писать о нем книгу, она называется «Кировский ветлак» или «Обратная сторона медали». Что касается музыки, я всегда подходил к изготовлению музыкального продукта с большим профессионализмом. Но когда я попробовал делать музыку в стиле шансон, лагерные лирики, у меня стало не получаться. Знаете почему? Пластмассовый звук, аранжировок никогда не сделаешь на электронике. И когда живые музыканты сыграли первые треки бас-гитары, барабанов, я понял, что появился некий драйв, совершенно другой, которого я не ожидал. Просто не ожидал. И то, что мы услышали вчера с вами, я был просто удивлен, когда зал с огромным удовольствием слушал эти песни. И я считаю, что на сегодняшний день я на правильном пути с вашей помощью, с помощью, конечно, других масс-медиа каких-то каналов. Мне удастся донести как можно до большего числа слушателей этот материал. Но то, что мы начали работать с вами, Саш, вы знаете, я был инициатором нашей встречи. И я очень ценю вас как настоящего профессионального продюсера. Я знаю, что за плечами у вас огромный опыт в этом направлении, именно в этой работе. А главное, что вы искренне преданный человек тому делу, которое делаете. Спасибо. Спасибо. Это очень приятно слушать. Очень меня слышит, тем более, что вы, так сказать, не знали меня очно, а могли собрать информацию заочно. А мы стараемся ничего не скрывать относительно того, что мы делаем. Потому что, я еще раз говорю, неустанно повторяю это, что основная задача нашей продюсерской компании – это составить возможность людям, которые сочиняют свои стихи и музыку, подчеркиваю, авторские композиции. Не люди, которые работают на коммерции, не люди, которые просто выходят на эстраду, чтобы спеть чье-то и заработать денег. Так вот, дать возможность авторам найти ту аудиторию, в которой они нуждаются. То есть тех людей, которые будут их слушать. Это основная, я считаю, абсолютно благородная задача нашей продюсерской компании, которую мы исполняем вот уже 27 лет в этом году. В октябре нам исполняется ровно столько. И я очень рад, что вы это по-своему интерпретируете, понимаете. И приходите с тем материалом, который для нас является материалом, что называется, нашей темой, нашего формата. Хотя слово «формат» очень здорово испоганили люди, которые занимаются коммерческими масс-медиа. Хотя в этом слове нет ничего плохого. Это просто определенные стилистические жанровые рамки, в которых мы работаем. Это не что-то, что накладывает какой-то определенный отпечаток. А дальше надо заплатить денег, чтобы тебя взяли и какая-то станция тебя стала крутить. Тут все по-другому. И для меня важно, что материал, который для нас является материалом, подчеркиваю, своим, по сути, вами генерируется, вами создается. И этот материал, я уверен, с нашей скромной помощью должен обязательно найти своего слушателя. И в финале нашего небольшого интервью, поскольку, естественно, обо всем невозможно сказать сразу, я бы хотел, чтобы вы ответили на такой вопрос, который для нас абсолютно не банальный, он абсолютно жизненный. Хотя не все, может быть, люди понимают, почему мы об этом спрашиваем. Но я думаю, что спросить об этом обязательно надо. Ваше сегодняшнее, сиюминутное, вот именно сейчас, без подготовки, пожелание той аудитории, которая сейчас смотрит нас на телеканале «Ночной такси». Я зрителю желаю именно, чтобы тот качественный продукт, который проходит и в вашей программе в частности, радовало людей. И буду искренне рад, если продукция, то есть песни, которые сочинил я, и которым дал жизнь, будут радовать зрителя. Могу сказать только одно – это честные песни, которые я выстрадал, сочинил, создал. И желаю, чтобы они понравились тем слушателям, которые увидят их через ваш канал, либо через любой другой. Я хочу пожелать всем искреннего здоровья и благополучия. Не вернуться в детство мне, небо синее, Разлиновано, как школьная тетрадь. Облака, как корабли, В осезаемой долине, За клеточки тетрадные, За лук меня гулять. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке, дорогие друзья, я продолжаю показывать вам прекрасную половину человечества. Миша, я думаю, что ты уже на канале видел. Да, фильмы «Жази такой девушки». Да. Только что за месяц относительно сегодняшнего дня записи этих программ мы записали уже третью серию. А третья серия за два года, это, между прочим, уже пятая часть, пятый эпизод нашего женского фильма. Я, конечно, очень рад тому, что каждый год приходят новые певицы. Я очень рад тому, что они все разные. Я очень рад тому, что мы не встретились ни с какой коммерциализацией темы. То есть это не модная музыка. Она сделана со вкусом, и она сделана так, чтобы каждая певица представила свой репертуар именно так, как она его видит. Не подстраиваясь под стандартные каноны рынка. И мне это тоже очень понравилось, потому что это была, если говорить языком Великого Станиславского, некой моей, как режиссера и продюсера, сверхзадачей. Потому что я больше всего боялся, что, узнав о том, что в таких прекрасных современных технических условиях, в атмосфере, скажем, 20 киловатт, а только свет, и мы еще его улучшили, начиная с прошлого года, видео высокого разрешения, камеры в 2К работают, ютюбовский эфир, и прибежит такое огромное количество стандартных певиц, что я кому-то смогу отказать, кому-то нет, и буду работать уже в роли какого-то цензора, какого-то худсовета. Но, к счастью, к Великому, все-таки та определенная структура, логика, которая создана студией «Ночной такси» и нашим телеканалом, не позволила прийти сюда певицам легковесным. И каждая пришла со своим. И вот это свое в нашем тигеле общем, оно стало, что называется, переправляться в единую канву вот этих музыкальных женских картин, где они все разные, где они все, конечно, взрослые годами. И я даже не хочу, конечно, неприлично говорить о возрасте каждой певицы, но тут же дело не в возрасте. Тут дело в том, что это идеология музыка против сексизма. Они же все красивые. Они, дай Господь каждому прожить 100 лет. Это ведь не то, что женщина красива до 30. Дело ведь не в этом. Просто, к сожалению, идеология большинства продюсерских компаний, она такова, что мы показываем молоденьких певиц, потому что они сексуальны, это интересно смотреть большой части аудитории, смотреть на них, даже не обязательно слушать, что они поют. А мы пошли совершенно против этого, совершенно против рынка. Благо, наши возможности технические и творческие это позволяют сделать. И я очень рад, что уже в пятой серии мы не ошиблись ни в одной из певиц. Совершенно самобытная, совершенно разная музыка. Люди сами для себя в основном пишут, или для них специально пишут авторы, и они все, каждая, красивы и добры к публике по-своему. Сегодня я покажу певицу, которую, конечно, до нас-то не мог знать. Она родом из славного города Северодвинска, сейчас уже переезжает и фактически живет и работает в Питере. Зовут ее Северина. Ну, это, конечно, ее псевдоним из Север и Ирина. Мы были все очень довольны, когда первая ее песня была записана нами. Я надеюсь на то, что в следующую серию, которая будет в сентябре, она тоже придет, потому что у нее, на самом деле, большой репертуар. Она сама для себя пишет, что тоже бывает очень нечасто. И поэтому я предлагаю сегодня в альбомном блоке посмотреть ее. На чужом перу влачах слепые будни. Ты, Господь, лишь знаешь, как мне трудно. Нужно и быть и другу, и врагу. Да, я грешница, грешница, грешница. Только выдержи крутая жизнь и лестница. Наберу, да, воскреси любовь кудесница. Пусть я грешница, грешница, пусть. Пусть я грешница, грешница, пусть. Ублажая плотни душу, свято веря. Непрощенный тот, кто не грешит. И грехи лишь по поступкам меря. Но душа на пир чужой спешит. Да, я грешница, 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 Только выдержи крутая жизнь и лестница. Наберу, да, воскреси любовь кудесница. Пусть я грешница, грешница, пусть. Пусть я грешница, грешница, пусть. Все имеет свой конец, свое начало. Трены и поступки их творцов. Пусть я грешница, 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 Веселиться грешным в жизни лишь присталой. Как смелей на пир хмельной глупцы. Да, я грешница, 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 Пусть я грешница, грешница, Наберу, да, воскреси любовь кудесница. Пусть я грешница, грешница, пусть. Да, я грешница, 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 Только выдержи крутая жизнь и лестница. На перу да воскреси любовь кудесница Пусть я грешница, грешница, пусть Пусть я грешница, грешница, пусть На чужом перу влача слепые будни В ожидании света душу стерегу Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья Это была программа «Ночное такси» на YouTube Мы с Михаилом Дюковым прощаемся с вами до следующей недели При этом я также сообщаю эфирное расписание нашей радиоверсии Радиоверсия «Ночного такси» всегда на портале шансон24.нет Всегда по четвергам, время, естественно, московское С 22 до 24 часов Программа также синхронно идет в эфире на YouTube На нашем телеканале Поскольку мощная веб-камера высокого разрешения Находится в студии нашей радиостанции в Санкт-Петербурге Так что можно смотреть, можно участвовать Что касается трансляции в Германии То она всегда повторяется дважды Во-первых, через неделю после оригинального эфира в России Соответственно, тоже в четверг Но через неделю, подчеркиваю С 21 до 23 на радиостанции «Русский Берлин» 97,2 МГц ФМ И в понедельник С 22 до 24 часов На следующей неделе Там время вещания центральноевропейское Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий